Привет, народ! С вами Фенаргот. Буквально недавно я рассказал вам о новой функции, доступной для владельцев видеокарт NVIDIA, которая идеально подходит на замену решейту в PUBG и других играх. Называется она Freestyle. Она не требует сложных установок, обхода патчей, меньше нагружает систему и проста в использовании. Я постараюсь опубликовать свои шаблоны фильтров для нескольких игр, но начну, конечно же, с PUBG. Поэтому не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться роликом. В конце же я устрою небольшой конкурс с приятным презентом. Но прежде чем начать, небольшая рекламная пауза. Лутбет. Онлайн-ставки на киберспорт. Дота, КСГО, Авервотч, Хардстоун и другие дисциплины. Ставь на исход матча и игровые события прямо во время трансляции. Пополнить баланс можно деньгами, скинами или биткоинами. Заходи на Лутбет, вводи код с экрана при депозите и забирай свой бонус. Что же, приступим. Я продемонстрирую вам два набора фильтров. Один я взял за основу с реддита и чуть дополнил, второй абсолютно мой. Вы можете использовать любой из них на свой вкус. Первый может показаться чуть вырвиглазным, второй более сероватый и спокойный. Для начала изменим настройки самого PUBG. Во-первых, можно чуть прибавить яркость. Далее стоит увеличить масштаб экрана до 120, но тем, кому это неудобно, можно оставить и 100. Сглаживание стоит поставить на ультра, для того, чтобы не отвлекали резкие края, к примеру, у движущихся кустов. Пост-обработку стоит поставить на среднюю или выше, в связи с тем, что в версии 1.0 включаются дополнительные фильтры объемности, начиная со средней. Текстуры можно оставить и на ультра, у кого хороший ПК, но на минимуме будет убран ненужный шум на менее детализованных текстурах. Листва также на минимум, смысла в прорисованной траве нет. Ну и дальность прорисовки стоит ставить на ультра. Также это не влияет на ограниченную видимость игрока в 1 километр. Перейдем, наконец, к фильтрам. Первый фильтр, который основан на одном с реддита. Детализация. Резкость на минимум, четкость на максимум, тонирование HDR где-то в районе 65% и размытие на 0. Цвет. Вместо того, чтобы ставить цифровую насыщенность панели управления NVIDIA, которая влияет и на рабочий стол, ставим тут насыщенность на 65% и изменение цвета на 0. Ну и добавим чуть экспозиции. Экспозиция примерно на 40%, тени и подсветку на 100%. Перейдем к второму шаблону, моему. Детализация. Тут примерно ставим на 70, 167,5 и 0. В отличие от первого шаблона добавим резкости изображению, но вырвя глазность, исправим экспозиции. Тут же экспозицию ставим на 55%, подсветку на 0 и тени на 100%. По сути, подсветку можно и на максимум поставить, тут уж смотрите, как вам удобнее в игре. Вообще, на разных картах и при разном освещении можно этот показатель менять. Напоминаю, что у всех это может быть слегка по-разному, ввиду разных производителей мониторов и картинки на них. Поэтому не обязательно ставить все параметры точь-в-точь, как у меня. Можно приближенно. Многие также говорят, что фильтры уменьшают FPS. Лично у себя я этого не заметил. Но может быть разная. Программа пока в стадии беты. Но она уже точно меньше жрет, чем тот же Reshade. Также могу сказать, что возможно фристайлы ни при чем. У вас может начать падать FPS, если вы с установкой NVIDIA GeForce Experience включили фоновую запись игры. Или хайлайтов. Вот это влияет немного на FPS. Так что будьте внимательны. А какой шаблон вам более по душе? Пишите в комментариях. И я устрою небольшой конкурс. Кидайте свои шаблоны в комментариях, если у вас таковые есть. И автор того, который мне понравится больше всех, и который я буду потом использовать игре, получит от меня шмотку в PUBG в презент. И я поделюсь его шаблоном в следующем обзоре. Поэтому не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И поделиться роликом. С вами был Фенаргот. До скорых встреч.